Всех приветствую! Сегодня продолжение темы про то, как мы копируем поведение наших родителей, которое нам самим, будучи детьми, не нравилось, но мы его на наших близких, окружающих, в том числе детях, продолжаем транслировать. И сегодня про то, как же именно поведение родителей воспроизводится нами, почему мы не можем от этого отделиться, как это продолжает работать. Ну вот в прошлом ролике, посмотрите, я говорил как раз про то, что когда мы испытывали негативные чувства, мы одновременно отщепляли вот эту роль нас вот в этих чувствах, не хотели вот с этим соприкасаться, и мы отщепляли от себя внутри вот эту роль поведения родителя, да, то есть вот это негативное поведение, которое нам не хотели мы его видеть, чувствовать, быть рядом, переживать, мы его как раз загоняли тень. И вчера не успел договорить, а там начали писать, что тема отзывается. Вот сегодня как раз про это поведение родителей. Почему же оно застревает, и почему оно вот из этой тени, как я вчера говорил, оно выскакивает. Вот смотрите, то есть у нас запечатлевает, что я говорил, роль и ребенка, и родителей. То есть, смотрите, мы в детстве, многие образцы поведения, называется, считываем зеркальными нейронами, мы обучаемся у значимых нам персонажей. Родители, тренер, бабушки, дедушки, где-то во дворе кто-то старший, братья, сестры. Мы берем это поведение от тех, у кого мы учимся. Но это нормально, мы так вообще обретаем новый опыт, мы таким образом функционируем в нашей окружающей среде. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы брали только поведение, которое положительное, которое нам потом пригодится, которое во благо, и мы его применяем. Но вот с тем случаем, когда родители вели себя как-то жестко, жестоко, не все совсем так. Потому что это поведение именно нам не нравилось, и мы его загоняли в тень, но мы им обучались как этому поведению? Мы обучались, считывая его, как эффективное. Ну, например, я был сильный мальчик, да, то есть я такой протестующий был, мне что-то не нравилось, я упирался. А мама тоже была властная, она тоже была сильная, и она меня передавливала. Соответственно, я-то был сильный, я мальчик боевой, и если мама меня передавила таким поведением, у меня оно запоминается как эффективное. Не то поведение, где я упирался, да, и что-то там преодолевал. Но мать меня сломала, в угол поставила, заставила делать, что ей нужно было. Я боялся, что она меня выгонит, отдаст детский дом, или просто насилие боялся. И в итоге вот это ее агрессивное какое-то поведение, ну или обесценивающее поведение, неважно, вот которое мне не нравилось, оно у меня внутри запечатлевалось как что-то эффективное в похожих случаях. Соответственно, если наши дети, например, ведут себя там, или наши близкие ведут себя там, так, как нам не нравится, у нас в первую очередь выскакивает то поведение, тот эффективный, в кавычках, вот способ обращения в таких ситуациях. Например, кто-то что-то не хочет делать, что нам нравится, ну родители, мама, например, она там орала, или там брала ремень, ну может мы там бить близких не будем, но внутри вот это агрессивное такое давление, властное поведение, недовольное, оно все равно у нас выскакивает. Ну то есть мы его видели, оно работало, и соответственно мы продолжаем это делать. Это одна сторона медали, вот, а другая это то, что вот это вот поведение, как я там в прошлом ролике говорил, оно нам не нравилось, и мы говорили, не хотим, не хочу иметь с ним дело, не хочу видеть. И у нас, смотрите, роль, вот, мама агрессивная там, с мечом, кричащая, или кто-то нас унижающий, или давящий там, да, то есть, вот, у нас внутри эта роль, но это сложно мне будет объяснить, но внутри у нас эта картинка этого поведения, она все равно запечатлелась. Вот этот образец, модель такого поведения, которое мы не хотели каким-то образом, чтобы происходило с нами. Неприятно нам было. Мы его вытеснили, и оно начинает жить своей жизнью внутри нас. Это и есть бессознательное, это тень, то есть мы так, нет, я не буду так вот себя вести, все, я даю себе слово, все, ребенок пообещал, поклялся. Нет, поскольку я в прошлом ролике говорил, оно неприятно и связано с нашими собственными, как ребенка, неприятными чувствами, оно обретает власть, то есть, когда обстоятельства чем-то похожи, оно в нас внутри выскакивает. Роль, смотрите, роль выходит. То есть, у нас внутри мы прям зеркалили маму, когда нам было, смотрите, я говорил в прошлом ролике, жертва-агрессор, у нас роль и жертва застряла, да, и роль вот этой агрессивной мамы, например, застряла. То есть, и, соответственно, внутри мы с ним не имеем дела, как бы говорим, в сознании, а бессознательно на теле, на чувствах, на эмоциях, да, то есть у нас вот эта роль мама внутри, там, или агрессивный папа, дедушка, там, бабушка, да, оно сидит, оно никуда не делось, это поведение, оно так же и действует. Только нужен спусковой крючок, это чтобы рядом кто-то себя вел так же, как вел себя рядом ребенок. То есть, внутри должна сработать вот эта роль жертва-агрессор или кто-то там, не знаю, истерящий, неделающий, ленивый, капризничающий, противостоящий. И мы вот этому противостоящему ребенку уже своему, да, включим вот это поведение давящее властной мать. От нас это вообще не зависит, у нас внутри называется интроек, да, то есть интроекцированное, значит, мы внутрь себя впитали вот эту роль, которая, которая не поддается нашему управлению, нашему вниманию, потому что она там в тени, в бессознательном. Ну, немножко сложно, да, но что сделаю, да, ну вот оно так работает, да, то есть я вам объясняю, как вот я учился, как на собственном опыте и как клиент, и вот я учился у американцев, англичан, там, работать с тенью, да, то есть одни из самых таких вот методов, да, где это хорошо показано и реально можно это проработать. Мы сегодня речь ведем, можно ли что-то самому сделать, можно ли убрать этот способ. Теперь смотрите, подсказка как раз здесь в чем заключается. Если оно неуправляемое, оно в тени, оно выскакивает интроекцированно, оно выскакивает бессознательно, значит, мы должны туда направить сознание. Таким образом, смотрите, оно не в наших руках, нам нужно это вернуть в свои руки. Нам нужно, чтобы эта энергия, вот этой силы, власти, не знаю, вот этой злости, да, то есть оно как-то в наших руках становилось, да, то есть мы управляли этим. Потому что в какой-то ситуации нам эта злость может пригодиться, понадобиться, да, умение, там, не знаю, критиковать может тоже понадобиться, да, умение, там, не знаю, показать свою власть, свою силу тоже может понадобиться. Даже вот истеричная реакция в некоторых историях, она тоже может принести какую-то пользу, даже когда мы взрослые, да, то есть, вот. То есть, соответственно, вот это поведение, да, то есть нужно им научиться управлять. То есть, соответственно, то, что выстреливает, делается бессознательно, мы в психотерапии или, там, личной проработке должны сделать сознание. Это не значит, что мы должны детей избить, да, но внутри мы вот эту энергию должны понять, прожить, прочувствовать. Как это в психотерапии делать? Симулировано. То есть это не на реальном ребенке, там, подушка или, там, не знаю, в группе какой-то, не знаю, участник на него поорать, участник группы, его выбрали на роль, там, ребенка, да, то есть внутри, не знаю, игрушка, которой порвать, там, да, что-то побить, матрас побить. Суть здесь в чем? Что вот эту энергию застрявшей роли, мы эту роль, как ни парадоксально прозвучит, мы ее осваиваем, эту роль. То есть то, что нам в маме не нравилось, и мы говорили, не будем так себя вести, а все равно ведем, наша задача именно так себя и повести, но не по отношению к реальным, там, детям, близким, а в симулированном варианте, да, то есть спроецированном варианте, главное вернуть эту энергию, вот. И тогда эта энергия, она становится в наших руках, я вот все время показываю, и мы над ней приобретаем власть. Почему мы не можем это сделать легко, почему там чаще всего нужна какая-то психотерапия, индивидуалка, группы, потому что, еще раз повторю, это неприятная энергия. То есть нам даже в себе ощущать, когда нас мать там унижала, уничтожала, какие-то садистические были моменты, или, не знаю, какое-то бешенство прямо в ее глазах, сумасшествие было, но мы в себе не хотим это видеть, мы не хотим это проживать, чувствовать, да, то есть это неприятно, и там еще и боль вот этого нашего внутреннего ребенка лежит. То есть, соответственно, внутри вот психолог, практик, он помогает пройти вот этот опыт рядом. Ну, если будут вопросы, задавайте, что-то расскажу. С вами был Вишняков Андрей. Спасибо, что смотрите.